Добро пожаловать! 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 в атаке довольно бесхитростно бросал его некрасов скажем так не сильно отлично сыграл галкипер антон заболоцкий парировал бросок быстро виктор переходит в искупление там с олегом кривенко в борьбу артем веденский мяч остается у наших соперников и они продолжают атаку макаров некрасов кривенко иван некрасов предыдущая попытка у него оказалась неудачной второй раз в следующей точнее атаке он реализовал свой шанс 4 3 и чем ответят волгоградцы наши арбитр поднял руку надо бросить поворотом уже очень срочно это сделал наш ветеран уже можно сказать ветеран наверное к сожалению да бегут года довольно красиво довольно красиво и посмотрим как будут развиваться события и и в в в в в в в Ну если в каждой атаке забивать У нас в принципе в предыдущих играх Главная проблема была Это не реализация Расстранжиривание моментов И когда мы избавимся от этой болезни Хотелось бы, чтобы мы уже в этом матче избавились Тогда в принципе придут и не только результаты, но и очки Ну и конечно вот такие потери мяча А хотя нет, там желтая карточка Просто я не понял кому В атаке Каустик, Косыгах На Васю на конечного Вася в ворота не попал Гости в атаке И на этот раз Александр Татаринцев Бросили мимо Быстрая контратака получится у хозяев Нет, не получится Ну тогда Развивать ее Скажем так Шахматным ходом Косыгов, Татауров, Васильев Кольцов Ну что ж, вот так бы Владу в каждом матче Не хватает ему стабильности Я в принципе в каждой трансляции это упоминаю Ну, молодость, наверное, тоже сказывается Умеет парень Забить умеет И забьет, собственно, как и Макс Васильев Но не хватает Стабильности не всегда Идет ответственность Гости в гости Тоже ответил результативной атакой Счет 7-5 Довольно интересно Десятая минута Веденский, Татауров, Косыгов, Васильев, Кольцов И на конечный Не без нарушения, скажем так Лишили мяча Максиму Васильеву Продолжается наша атака И сегодня великолепен Алексей Косыгов По крайней мере, вот в эти 10 минут 8-5 Яркий пример Метеранам, молодым игрокам Виктор в атаке И не смог реализовать атаку По-моему, это был Егор Кочуран Попал в переклон Ну, Макс Васильев Тут, конечно, приемы, наверное Ближе к греко-римской борьбе Подходит Иван Пасенов Получил горчичный Данил Иванов Выбежал на площадку Заменил Максима Васильева Данил один из наших Самых таких Резких Парней Перспективных И главное, чтобы не боялся Брать на себя Бремя, что ли, лидера Как он после прошлой трансляции Мы поговорили с ним Он сказал, наверное, еще боюсь Ну, когда-то надо начинать Не реализовал свой шанс Но как раз уже Артем Веденский 8-5 По-прежнему в атаке Ставрополь Олег Кривенко Егор Кочура Александр Татаринцев Ну, вместо Кривенко Вот Иналь Афлетуллин появился И Данил Макарова Заменил Виталий Мазеров Продолжается атака гостей И реализовывает ее Александр Татаринцев А у нас Кирилл Кремнев Заменил Василия Наконечного Вместе с ним Леша Косогов Данил Иванов Влад Татауров Артем Веденский И Данил Кольцов И счет 8-6 В нашу пользу Приятный такой счет Ну, так бы и весь матч Пора бы самолюбие Это заиграть должно Ну, состав-то у нас, конечно, молодой Браво, Влад Татауров Девятый гол нашей команды Но, в принципе-то по... Молодость молодостью Но по игре По составу-то команда Довольно-то приличная Я не буду говорить прям сильная Но довольно приличная Может, по идее, дать-то бой Ну, уж если не первой тройки фаворитов То всем остальным соперникам запросто Как говорит Дмитрий Викторович Бочарников Главное поверить в себя И очень захотеть Но тем временем Ставропольца Виталий Мазуру забивает Седьмой мяч Наши ворота 9-7 И Кирилл Михайлов Покинул площадку Теперь Место ворота Занял наш Ну, по сути, тоже Основной голкипер Владислав Мартыненко Продолжатель Гангбольной династии Отец его тоже когда-то играл за каустик Сейчас его начальник команды И мой непосредственный начальник Я вижу Сергея Таффинцева Впервые в этой игре на площадке И забил Не часто у него получается забивать И не всегда он в заявке на матч Сергей Таффинцев Ну, тоже подвержен травмам Но то, что он умеет Забивать Забивать красиво И достаточно Это мы знаем Однозначно Семьдесят седьмой номер Радомир Врачевич Забросил восьмой мяч В наши ворота Ну, вообще Каустика Сегодня надо поддержать Скажем так Вчерашний посыл Нашего главного Футбольного коллектива В области Который в Саранске Одержал победу Над Тамболом 3-1 Хотя, наверное, было бы удивительно Если бы он там ее не одержал Над полностью разобранным клубом Ну, ладно, не будем А в футболе У нас ганбол Поэтому Каустику Надо Показать, что мы не хуже ротора И тоже умеем побеждать Хотя, конечно, у нас соперник Гораздо посильнее Данила Иванов Кольцов Не реализована атака Семнадцатая минута матча Гости в атаке Блестящий бросок Ивана Непрасова Десять девять Прям снял паутину Ну что, надо ответить тоже результативно Таффинцев, Иванов, Косогов Наконечный Веденский кольцо Ударная бригада на данный момент Радамир Врачевич Борьбу с Сергеем Таффинцевым Попал, Леша Зрячий, конечно, бросал Но чуть-чуть не хватило точности Алексей Косогов И очередной Точный бросок Ивана Непрасова Еще тоже равный Дмитрий Бочарников готовится взять тайм-аут Ну, послушаем немного музыку Ивана Непрасова Продолжаем играть Тамерлан Мусаев Я вижу Появился на площадке Один из тех Когда у кого идет игра Он становится машиной Косогов Косогов Иванов Косогов Катауров Снова Косогов Вася Вася Наконечный Веденский Иванов Ну, кто-то бросит Вася там опять же Втроем держит Ну, понятное дело Кому-то одному Сдержать Василия Наконечного Тяжело Очень фактурный парень И Данил Иванов Не реализовал Нашу атаку В атаке уже гости Сохранили мяч Не потеряли Винтинский На Некрасова На Флутулин Мазаров От Лютулин Некрасов Он теперь за Иваном Некрасовым Стали попристальнее Наблюдать Защитные линии И, Надя, пожалуйста Виталий Мазаров Выводит Виктор вперед 10-11 На 20-й минуте матча Ну, надо забить В ответ И, пожалуйста, вот Опять нереализованный момент Данила Иванов Второй раз, по-моему, уже попал в штангу Перекладину мы уже попадали Обстучали мы практически все ворота Наших соперников Соперники тоже погладили наши штанги Перекладины Но мы это сделали уже почаще Для атаки Вот два броска Данила Иванова Оба неточные И счет уже Минус один Мазаров, Некрасов Я думаю, сейчас забьем Да Иван Некрасов такие шансы не упускает Это я уже заметил с первой минуты 10-12 Виктор Впереди Данила Иванова Камерлан Мусай Потеряли мяч, пожалуйста, на голом месте Ну, гостям не хватило точности В частности Никите Ильтинскому Не получили бы минус три Ну, конечно, там Влад Мартыненко Сыграл на высоте Макс Васильев Лежа коснем Снова Васильев Ну, прям в кадык Уперлись друг к другу Ну, Радамиру Врачевичу, видимо, побольнее пришлось И он же удаляется Радамир Врачевич уходит На две минуты на скамейку штрафников Ну, точнее, на скамейку запасных Но в роли штрафника Численные преимущества у нашей команды Смогут ли они его Воплотить, скажем так В голы заброшенные И Леша Косовев 11-12 Гости в атаке Мазуров, Пасенов Афлетулина Микрасов А за включительный бросок нанес Иван Пасенов Это 13-й мяч Наши ворота Влад Татауров прорвался сквозь баррикады Оборонительные Забросил 12-13 Ну, в принципе, скажем так Вот эти полторы минуты чистого преимущества Мы выиграли 2-1 Хотя еще Виктор в меньшинстве Ну что, пора и бросить гостям А поднял как раз арбитр В полном составе Виктор Беналев-Литулин Забрасывает 14-й мяч Как раз на тот момент, когда арбитр поднял руку Что означает Пора бросить И гости Ведут в счете Плюс 2 Хаустик в атаке Косогов, Татауров Косогов Васильев Ну, наконец-то Макс, разыграйся, наконец-то По 11 раз бросаешь Замаченный раз Забиваешь 3-4 раза Негоже 5 минут до перерыва 13-14 И, в принципе, очень даже Неплохо сражаются наши ребята С серьезным соперником 15-й мяч В наших воротах Замену у нас галкипер В очередной раз Кирилл Михайлов Вернулся в ворота Влад Мартыненко Пошел отдохнуть Косогов на наконечного И Вася забросил мяч В этот момент Тайм-аут Мы могли послушать Можно было подойти Оператору с камерой Но сейчас Сами знаете, почему нельзя Поэтому у нас Просто музыкальная пауза На время тайм-аута Косогов на наконичного Университет 笑 Выして оверситет Продолжение следует... Вот так, где-то чуть больше 4 минут до финального свистка. Прошу прощения, до свистка на перерыв. И, в принципе, есть у нас возможность уйти на перерыв в более приподнятом настроении. Все-таки, когда ведешь счеты, даже в плюс один, это греет душу на второй тайм. Виталий Мазуров реализовал усилия партнеров 16-14 в пользу Виктора. Макс Васильев на Косугово. Веденский. Мы его завалили на поле на парке. Продолжается атака хозяев. Наконечный Татауров, Веденский и Васильев. Ну, Владову Татаурову мы дали бросить. И бросить надо, арбитр поднял руку. Иван Некрасов получил 2 минуты. И, к слову, у нас за весь первый тайм пока не было ни одного пенальти. В большинстве Каустик. Васильев, Косугов, Татауров. А вот забить не получилось. Иванов Данилов вышел вместо Макса Васильева. Ну, давайте забивайте уже, а! Уже я устал смотреть на бесконечную передачу вдоль и попереку. Бросил Вася так наконечный от души. Но не забил Антон Заболоцкий на высоте. Минуту еще будут гости играть. В меньшинстве. И они же атакуют. По-моему, 2 минуты сейчас кто-то из наших получит. Две минуты не получает. А вот пеналь мы первый... Вообще первый пеналь в игре. Иван Пасянов сейчас против Кирилла Михайлова. Ну, давай, Кирилл. По-яшински, как ты умеешь. Браво! Ну что, аплодисменты. Я же сказал по-яшински, ногами. Ну, и надо забить. Последняя минута. 15 секунд еще будет Виктор играть в меньшинстве. Мы атакуем. И минус 2 проигрываем. Надо, надо забить, давай. Для вас вон Кирилл. Все сделал. Нет, что там случилось? Нарушили наши правила. Мяч у соперников. Да, отдыхать пойдем мы, наверное, при счете не в нашей пользе. Ну, ничего страшного. Главное, играть так же, не сдаваться на втором тайме. И, в принципе, можно будет взять очки. Виталий Мазуров. 14-17. Ну что, дорогие друзья, перерыв. Давайте отдохнем. И будем надеяться, что во втором тайме мы увидим такую же зрелищную, результативную игру. Он отыграл весь первый тайм. Антон Заболоцкий. Номер 3. Олег Кривенко. 4-й Алексей Поляков. 5-й Виталий Мазуров. 8-й Иван Некрасов. 9-й Данил Макаров. 11-й Никита Ильтинский. 13-й Иналья Флитулин. 18-й Александр Татаринцев. 20-й Иван Харитонов. 25-й Роман Цокол. 29-й Иван Пасенов. 33-й Антон Волков. 39-й Егор Кочура. 77-й Радамир Врачевич. 97-й Галкипер Игорь Черников. Он начал второй тайм в воротах наших гостей. Главный тренер команды, мастер спорта Сергей Кленов. И тренеры мастер спорта международного класса Виталий Риховский. И мастер спорта международного класса Константин Игропула. Тренер-врач Артур Асатуров. Минус 4 мы проигрываем. Каустик в атаке. И Каустик теряет мяч. Отдает сопернику. Состав хозяев площадки. Номер 1 Галкипер Владислав Мартыненко. 6-й Алексей Косогов. 11-й Олег Спасенов. 12-й Капитан команды, подчеркиваю, Галкипер Кирилл Михайлов. 17-й Тамерлан Мусаев. 20-й Кирилл Кремнев. 21-й Александр Солдатов. 22-й Артем Веденский. 23-й Данил Иванов. 45-й Станислав Токмаков. 69-й Владислав Татауров. 73-й Данил Кольцов. 79-й Вадим Савицкий. 88-й Максим Васильев. 94-й Сергей Тафинцев. 95-й Василий Наконечник. Главный тренер мастер спорта международного класса. Дмитрий Викторович Бочарников. И тренеры. Заслуженный тренер России Сергей Топилин. И Алексей Костыгов. Костыгов. А не полных 3 сыгранных минуты. Посмотрим. Все можно вспомнить. Тут и Тамерлан Мусаев. И вот, пожалуйста, момент опять нереализован. В упор выбьем. Мы не попадаем. Сколько? Две уже. Три атаки. Две точно нереализованных. А гости, наоборот, реализовали. О чем красноречиво свидетельствует табло. 14-19 счет. В пользу наших гостей. Из Таврополя. Иван Некрасов. Мазуров. Третий номер. Олег Кривенко бросал поворотом. Не получилось в Кавропольцев тоже довести до ума свою атаку. В атаке уже каустик. Костыгов на наконечном. Итого держит сразу гол. Ну, я уже говорил в первом тайме. Вася сдержать кому-то одному не то, что тяжело, практически нереально. Габаритный парень. И мощнее. Макс Васильев. Ну, вот так, Макс. Ну, так каждый раз. Ну, что мешает-то, а? Ну, тут же ответили Ставропольцы. Антон Волков. 15-20 минус 5. Первый тайм показал, можно со Ставропольцами сражаться на равных. Можно даже попытаться у них выиграть. В любом случае, как бы не силен был соперник. Ну, не так страшен соперник, как его молюют. Я уже говорил, есть, конечно, там, университет, Спартак. ЦСКА Чеховские медведи. С которыми, ну, откровенно тяжело. И, наверное, не то, что не бодаются команды, которые более слабые. Они больше боятся их. С остальными играть можно на равных. Ну, только вот так вот не проваливать. Не пропускать пустые ворота Дмитрий Викторович Бочарников берет тайм-аут, что вполне объяснимо у нас в музыкальной паузе. Не пропускать паузу. Не пропускать паузы. Не допускать паузу. закончим тайм-аут счет минус 6 за пять минут накидали нам кремнев-посогов виденский иванов спасенных мусаев а мы еще и в меньшинстве кстати у нас две минуты отбывает вася наканечен поднял арбитр руку надо бросать если арбитр поднял руку 6 передач и бросок гадил иванов бросил но там игорь черников тут же в атаке резко переходят в атаку гости и довольно агрессивно атакуют по сравнению если взять вот эти первые минуты второго тайма гости намного агрессивнее атакуют и реализуют минус 7 15 22 и опять с нами случился тот самый кризис кризис второго тайма и начала второго тайма бывает он накрывает нас в конце первого продолжается втором потом когда мы просыпаемся счет уже такой что отыграть его практически нереально данил иванов забросим на конец 16 22 минус 6 бывали конечно случай когда мы проигрывали с 8 вырывали этот матч но это единичный случай были они в прошлом сезоне в этом пока мы такого не наблюдаем на пользу ответить результате 16 23 ну что соберитесь мужики вы елки-палки или кто самолюбие то когда-нибудь заиграет вот пожалуйста вы сами все видели о чем можно еще говорить отыграли быстро вперед тамерлан мусаев молодец сами 17 23 сдержали атаку убежали забили конечно словах все легко и просто сделать сложно а нашей команде еще сложнее шикарный бросок виталия мазово просто шикар семнадцать двадцать четыре девять минут сыграли донима иванова вот так может же когда захочешь и повнимательнее в защите александр татарин вот не попал воротам по сути подарил возможность сократить разрыв еще на один мяч алексей после этого там довольно жестко встречали оказался на паркете надо аккуратнее конечно играть и так мы уже не знаю на долг надеюсь ненадолго но лишились нашего капитана никита губня его у него небольшое повреждение как там пойдет загадывать конечно не буду ну что это было по факту ничего 10 минут сыграли минус 6 мы проигрываем виктор как-то поспокойнее стал играть непонятно разница довольно приличная тем более уже 7 мячей там александр татаринцев и кстати пока вот за всю игру у нас все был один пенальти это второе а нет прошу прощения пенальти пенальти был в наши ворота и он был не не был реализован иваном спасибо снова иванов посадов иванов спасенов держит олега двумя руками молодец олег спасенов девятнадцатый мяч такой хитрый бросок наверно надо почаще включать хитрость скажем так в бросках поворот тем самым неожиданно для вратаря есть возможность сократить до минус пяти главное ее использовать веденский васильев посадок спасенов это тауров иванов появились на площадке вместо макс васильева и лёши олег спасенов татауров иванов снова татауров на басину конечно басину иванова отыграл но того уже две минуты получаем кто получает девятый номер данил макаров и пенальти вот мы первые будем бросать фенель в этой игре и тамерлан мусаев против игоря черникова молодец таник 20-25 фенель 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 как правило гости в атаке татаринцев волков а завершает мазу в 20-26 фенель 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 Издалека Практически половина Второго тайма сыграно Либо мы соберемся И переломим, либо Ну и так понятно Ну что за передача Тамерлан Мусаев просил прям активно Кричал и не увидел его И тут же, пожалуйста, нате, получите Свои ворота Антон Волков Слово, один из самых опытов В команде Ставропольского Виктора 32 года ему У нас тайм-аут Диджея, наверное, надо что-то потяжелее включать Из музыки Может, как-то по-особенному подействует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, соберитесь На заключительную 15-ти минутку Дайте бой Ну это вот таким, конечно, макаром Какой бой давать? В двух метрах не понимать друг друга Ну, наконец-то Артем Веденский Счет минус 6 21-27 И две минуты получает Радамир Врачевич Две минуты штрафа У наших гостей Каустик в большинстве Хотя я уже не первую игру наблюдаю Особо ничего не дает Бывало, мы даже пропускали По два и не забивали Играя в большинстве Вадим Савицкий, я вижу Впервые появился на площадке Ну дает шанс Дмитрий Бочарников Вчерашним игрокам было Ну, это о чем я и говорил Мы в большинстве И нам забивают Минус 7 И вот такая бездарнейшая Передача партнеру Провал и Вы сами все видели Иван Хритонов Вот честно признаться Я уже не знаю, что говорить Как-то хочется Поддержать, приободрить Наших ребят Потухли глаза И еще один пенель Тамерлан Мусаев И снова против Игоря Черникова Ну, хоть в пенели забивает 22-29 Спокойно играет гость уже Чувствуется Уверенность у них В своих силах И Иван Некрасов Много он таких уже задел В первом тайме Точно бросает С дальней дистанции 22-30 Атакует Каустер Пытается что-то создать Но Все как-то получается С горем за полом Расстроилась игра Наша команда Я думаю, уже пора Начать ее называть Это команда Первого тайна Каустер Очередной бросок Влада Татаурова И Очередной раз Выдох Такое Разочарование Влад Мартыненко Не позволил Забросить 31-й мяч Нашим соперникам Но забросим ли мы В ответной атаке Тут уже вопрос Данил Иванов Две минуты опять Получает На этот раз Алексей Поляков А это самый опытный В составе наших гостей 35 лет Парню Четвертый Четвертый Олег Спасен Минус 7 мы проигрываем и до конца 10 минут Такую разницу можно отыграть Конечно При желании Наверное при очень большом желании Прям в упор Радомир врачей Бросал Ну Влад Мартыненко На этот раз На высоте Ну так и повторный бросок Отразил Влад Мартыненко Резкий выпад нашей команды 24-30 Что понудило Вынудило Сергея Кленова Тренера Ставропольского Будем нам взять тайм-аут У нас очередная музыкальная пауза И диджей включает Не группу Металлика Однозначно Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем игру 9 минут До финального свистка Волков-Катаринцев Врачевич Афлютулин-Харитонов И Данил Макаров Ударная бригада У Ставропольца Сейчас Лошадки Ну тамик Вот так Отобрал и забил 25-30 И не все так страшно И не все потеряно Подловил, конечно Вовремя удачно подловил Но нас тоже на этом уже ловили На пустых воротах Татаринцев Вот такой суперский бросок Самую девятую 25-31 8 минут до финального свистка Я вижу Александр Солдатов появился Еще на площадке Так у нас Солдатов Татауров Наконечный Мусаев Иванов Спаседов Данила Иванова Активно защищает Понятное дело Ставропольца И Василий Наконечный К сожалению Не попал Поворотом А там что? А, там пенальти И снова Тамерлан Мусаев Против Игоря Черникова Две дуэли он уже выиграл Выиграл и третью Ну что, есть время Есть возможность Просто надо выше прыгнуть Ну не то что головы Я не знаю Выше, наверное, этого фока нашего Что при желании Возможно Олег, спасибо Тамерлан Мусаев Вышел Один на один И забросил Концовка всегда Бодро проходит Минус четыре А это уже Звоночек Для Ставропольца Ну а нам поймать Кураж Леш 27-31 Я прошу прощения Приходится подсказывать Иногда режиссеру Не успевает за всем следить Два татауру Олег спасенов Иванов Спасенов Татауру Стеной стоят Защита Ставропольца Олег Браво 28-31 5 минут до конца Минус три Дорогие мои Но это ни о чем Если умело Сыграть Этот остаток Можно выиграть И нужно выиграть Давно пора Честно сказать Вы замучили Проигрывать Все время Писать Честно сказать Ни о чем Не даете Повода позитивного Давайте Сегодня Хотя бы Порадуйте Болельщики Ну что вы Хуже ротора Который вчера Выиграл Сарамского Тамбова У разобранного Убитого Уже Полностью Угробленного Тамбова Вы даже будете Круче Если обыграете Серьезный клуб А Виктор Очень серьезный клуб И сильный Забросили Ставропольца Забросили 28-32 Но все равно Есть возможности И время есть Иванов Ну давай Данила Олег Олег Недовольный Решением Орбиты Наша Тренерская Скамейка Да Тает 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 Минутой Неумолимо Великолепно Великолепно Влад Мартыненко Отразил бросок Александра Татаринцева Идут вперед Наши ребята Спасенов Иванов Татауров Иванов Спасенов Давайте бросайте Время Время Тает Время Все меньше И меньше Вася Первый На подборе И Уложил Мяч Ворота 29-32 Чуть больше Двух минут До финального Свистка И уже Чуть меньше Двух минут Вадим Савицкий Сдерживал Олега Кривенко В последних минутах Влад Мартыненко Творит чудеса Ай-яй-яй Не дошел мяч Да Тамерлану Мусаевну Мы его Сохранили Можем так Савицкий 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 Да Получает Савицкий Савицкий Да Вышел победителем Ставропольский Голкипер Последняя Минута И тайм-аут Берет Главный тренер Наших Соперников Сергей Савицкий 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 Итак, меньше минуты До финального свистка С мячом наши гости Они же в меньшинстве Но этот мяч, я думаю, победный Антон Волков Ну что сказать Опять сыграл вот этот провал Наш болезненный во втором тайме В самом начале мы провалили Не забивали Но получали в свои ворота За это время Ставропольцы сделали разницу И они, в принципе, ее удержали Ну а так Подвести Как бы итог Кратко Если сражались достойно Но уступили К сожалению Поздравляем Виктор с победой Каустику, как всегда Желаем удачи И работать над ошибками На этом мы завершаем На этом мы завершаем нашу трансляцию С вами был Константин Родионов И до встречи уже в следующем месяце Где у нас будет очень много трансляций И первой, и второй команды в частности Итак, дорогие друзья До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok